Это уже не просто обыкновенный концерт, где каждому исполнителю нужно выйти на сцену и продемонстрировать свое мастерство. Фестиваль имеет такую богатую историю, что лишь одно появление перед публикой уже повышает твой статус. Быть частью вишни, так за кулисами называют этот грандиозный проект сами артисты, уже многое значит. Поэтому и готовится более чем серьезно. И мастерство здесь у всех выше на порядок. Во-первых, руководители очень внимательно прислушаются к советам и грамотные работают руководители коллектива, образованные. Они верно и правильно подбирают репертуар хора. Они хорошо работают, вокально-хоровую работу исполняют в своих коллективах при работе с солистами, с ансамблями, с хорами. Лучшее из всего этого будет, если в этих коллективах мы увидим молодое поколение. И это будет передача эстафеты от старшего параллени к младшему. На минувшей неделе в Самарской губернии стартовал 17-й Павловский фестиваль. Песенного творчества расцвела под окошком белоснежная вишня. Зональная часть в этом году состоит из пяти концертов. Первый прошел в субботу под крышей районного дома культуры «Дружба» в селе Сергеевск. Показать искусство исполнения русской песни приехали вокалисты и коллективы из девяти муниципалитетов. Они находят себя вот в этом. Они не только доставляют удовольствие тем, кто смотрит, зрителям, но они получают удовлетворение от того, что они делают для людей. И в том числе этой социализации. То есть они живут не вне общества существует, а именно в коллективе. И это их облагораживает, будем сказать. И мало того, лучшее из всего этого будет, если в этих коллективах мы увидим молодое поколение. И это будет передача эстафеты от старшего параллени к младшему. К празднику русской песни подготовились не только участники, но и зрители. В зале почти не было свободных мест. Да и случайных людей тоже, только ценители народного творчества. Аплодисментами встречали каждое выступление. Песни звучат над полкой, балалайки звон. Счастье, что ад истока, здесь в краю родном. Короткими такие концерты не бывают, ведь это отборочный этап. На сей раз на сцене прозвучало 72 номера в исполнении 42 участников хоров и ансамблей. Основная тема выступлений патриотическая. Каждый муниципалитет подготовил свою программу. Самую обширную представили хозяева. Более 50 минут. Итоговый концерт фестиваля намечен на мае. Он будет приурочен на очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. А вот кто там выступит, решать членом жюри. И нет сомнения, они выберут самых достойных. Дмитрий Сурков, Антон Иванов, Александр Жуков. Служба новостей телеканала «Радуга-3».